Дерби динамовских коллективов в центральной афише 12-го тура высшей лиги. И по его итогу вновь подчеркнуты чемпионские амбиции столичного клуба, как бы к этому кто-то не относился. Но главное, что именно этот матч в центральной туре в нашем репортаже. Также обратите внимание на уверенную игру форварда Шахтера Карпицкого, у которого 2 плюс 1 матч с Ислыч и уже 12 голов в бомбардирской гонке. Также обращать на себя внимание уверенный ход Гродницкого-Немана. В общем, все это в одном материале собрал наш футбольный обозреватель Александр Якубовский. Давайте немножко отвлечемся от такой неприятной темы в нашем футболе, как договорный матч. Почти две недели без официальных матчей. Футболисты Минского Динамо простые туры пропускали, но на игровом тонусе команды это никак не сказалось. Играли двусторонку с дублирующим составом. Кто больше играл, чуть дали отдохнуть. В целом, нет, тонус был хороший. Так что, ну, игра, в принципе, показала. И первый тайм показал движение хорошее, и второй, я думаю, что, в принципе, мы не сбились с этого ритма. Мы провели контрольный матч с нашей молодежью, и для них тоже это очень важно быть и ощущать, что они завтра могут оказаться в главной команде. Кто-то тренируется с нами, кто-то может завтра оказаться, если будет проявлять себя. А таких достаточно ребят, которых перспективных, и в будущем они могут быть в главной команде. Поэтому не было у нас никаких проблем. А сейчас то же самое. Да, кто-то уезжает из сборной, кто-то остается. Я дал три заслуженных выходных ребятам, да, чтобы они немножко перевели дух. А затем у нас будут и двухразовые тренировки, и 18-го мы контрольный матч с Минском проведем. Как раз в столичном дерби с Минском до паузы динамовцы потеряли очки на последних секундах, после чего сделали серьезную работу над ошибками. Без моментов, скажем так, пропустили гол, конечно, обидно. И терять очки с такими соперниками, которых нужно обыгрывать железно, ну, естественно, было неприятно. Наверное, это урок, что надо забивать больше одного. И последние минуты проводить еще более собранные и сконцентрированные. И, ребят, я тоже перед этим матчем настраивал. Ребят, не надо раскачиваться, не надо, условно говоря, ждать, чтобы по счету и так далее, что мы сейчас вот-вот дожмем, вот-вот дожмем. Нет, надо с первой минуты и до финального свистка брать инициативу в свои руки, забивать один, два, три, вот как сегодня и случилось. И чтобы вот в той ситуации, где Сережа Политевич ошибся, и мы пропустили гол. Ну, бывает человеческий фактор, ничего страшного. Не могу я упрекнуть команду в том, что вот эта ошибка там каким-то образом. Но она не повлияла на результат, потому что четыре забито. Вот таким образом. Вот такой футбольный шедевр на старте Динамовского дерби исполнил Артем Быков, а к 25-й минуте Владислав Морозов оформил свой очередной мяч. Несмотря на комфортный перевес, в раздевалке столичных ждала не самая приятная беседа. Я думаю, что немногие тренеры, введя в счете 2-0, будут какие-то претензии команде предъявлять. Я это сделал. То есть получается так, что мы 30 минут играем в правильном направлении, забиваем голы, имеем преимущество, а потом начинаем просто действовать не так, как договаривались, да, и из-за этого мы начинаем страдать, потому что соперник, имея быстрых игроков в группе атаки, это Гордичук, Цыпинков, они начинают нам создавать проблемы. Потому что мы теряем на коротке мяч, о чем мы не договаривались, да, и естественно, что не успеваем отбирать его после того, как теряем, и на свободном пространстве эти футболисты, конечно, могут создавать проблемы. Где-то в уме главком Минчан держит квалификацию Лиги конференции. До первого раунда остается практически месяц. За это время нужно успеть и усилиться. Всегда тренеру хочется, и мы не исключение, чтобы какая-то одна-две позиции мы еще усилили конкуренцию, для того, чтобы во второй части, с учетом Еврокубков, с учетом оставшихся матчей в чемпионате и с учетом кубковых матчей еще нового розыгрыша, да, конечно, нам нужна и ротация, и нам нужна хорошая, здоровая конкуренция. Безусловно, одного-двух футболистов нам бы хотелось заполучить. Конкретики нету пока, естественно, предлагают, селекционный отдел ребята присылают, именно те позиции, которые я акцентирую внимание, да, но не буду сейчас пока об этом говорить, но есть определенные позиции, где мне бы хотелось чуть-чуть увеличить конкуренцию. Конечно, мы хотим, чтобы и рейтинг нашего белорусского футбола повышать именно в Еврокубковой кампании, ну и, естественно, каких-то результатов добиваться, потому что, ну, давненько мы уже не приезжали к нам команды хорошего европейского уровня. Конечно, мы тоже мечтаем о том, чтобы быть в группе Лиги Конференции. Здесь самое главное – ребятам давать импульс и давать возможность прогрессировать, для того, чтобы они, прежде всего, сами поверили, что мы, белорусские клубы, способны доходить до групповых стадий в Еврокубках, ну, как минимум, Лиги Конференции. Если случится в ближайшие годы, что кто-то попадет в Лигу чемпионов, как когда-то это сделал футбольный клуб Батэ, это будет очень великолепно, но это кропотливая работа, и к этому нужно стремиться. Не надо быть пессимистом, не надо думать, что у нас все плохо, надо работать просто. И это обязанность и стремление тренеров повышать, 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 и тренировочный процесс улучшать, и физические кондиции, и ментальность самое главное, потому что, когда со всех сторон говорят, что у нас футболистов не хватает, у нас уровня не хватает, мы сборная играем неудачно, клубы играют неудачно, естественно, что если человеку так и футболистам постоянно говорит, что у нас все плохо, ну у них и так и откладывается в голове. А когда есть какая-то искра, есть вдохновение, ребят, давайте работать, давайте стремиться, давайте попробуем, мы способны, чем мы хуже условных Армении, Грузии и так далее, тех команд, которые участвуют в Лиге Конференции, чем мы хуже, мы лучше даже можем быть, но так надо веру давать этим ребятам, и работать с ними, а не просто словами это говорить. Поэтому мы делами хотим доказывать. Куда более приземленные задачи у «Динамо» из Бреста. В дерби брещане уступили 1-4, а в 12 играх сумели набрать всего 7 очков. Штормит, результат очень плачевный, но мы понимаем, почему так происходит, потому что мы очень легко даем сопернику делать определенные вещи. Что именно? Забирать голы, например. Я думаю, что предпосылок у нас было не меньше, а то, мне кажется, может, острых даже и больше, но мы почему-то свои возможности не можем воспользоваться, сопернику даем это сделать. Мы побаиваемся соперника, мы не агрессивно идем в отбор. Ну, то есть совокупность факторов. Нужно иногда, чтобы футболисты были более высокого класса, чтобы исправить это быстро. Если исправить это, то нужно в долгую. Возможность усилиться будет трансферная? Может, обговаривали это как-то в этот момент с руководством? Ну, это тяжелый вопрос. По крайней мере, думаю, что кем-то мы усилимся. Смотрите, сегодня вот вышли на поле и Михаил Гордеичук, и Дмитрий Зинович. Это говорит о том, что штрафы они оплатили, и они продолжают играть. Точно так. Ну, Миша, по-моему, подавал апелляцию, но чем-то он закончил. Ну, понятно, что, наверное, ничем, если он оплатил. Как-то клуб им помогал в этом, или это все они со своего кармана? Я не знаю, я в этом не участвовал, поэтому ребята разбирались сами. Переместимся в Солигорск, где хорошо себя проявляет 19-летний витебчанин Егор Корпицкий. В матче с Ислачей он не только оформил дубль, но и выступил ассистентом Антона Шрамченко. 3-0, разбиты волки. А в гонке бомбардиров форвард Горняков на три мяча опережает ближайшего преследователя Владислава Морозова. Ошибается здесь Ислач, дубль от Корпицкого. Неман прямо сейчас главный конкурент Минского Динамо в турнирной таблице. Клуб Игоря Ковалевича не знает поражений в 10 матчах чемпионата. А в прошедшие выходные при равной игре гродненцы дожали славию Ивана Биончука. Павел Савиский реализовал пенальти в концовке. Все-таки с такими командами надо играть очень осторожно. У нас было несколько невынужденных ошибок, когда мяч уходил на угловой. Мы неправильно делали штрафные, где они могли реализовать. Поэтому, в общем-то, наш план на игру, который мы планировали, у нас работал. Результаты всех матчей 12-го тура на ваших экранах. Торпеда Белас так и не знает поражений в текущем розыгрыше. Единственная команда, которая набирает очки в каждом матче. Седьмое поражение к ряду терпит Нафтан. Не идет у новополочан и с Альбертом Рыбаком. В подвале таблицы без изменений. Белшина, Шахтер и Энергетик БГУ все еще с отрицательным балансом в графе набранные очки. На вершине же таблицы тройка лидеров удаляется от конкурентов. Динамо возглавляет чемпионскую гонку. В двух баллах идет Неман и в трех пунктах Торпеда Белас. 13-й тур возьмет старт после международной паузы 23 июня.